Что зверушку надо любить, ходить неже телевеять и доставлять ее удовольствием и вниманием окружающих, мы ходим. Тем не менее, наша зверушка материальна. И живет наша зверушка в материальном мире. А в материальном мире, чтобы зверушка была здорова, что ей нужно? Ей нужно, чтобы пять составляющих здоровья одновременно совпадали. Какие у нас есть пять составляющих здоровья? Первое. Первое это не питание. И не дыхание. А самое первое, это мы сейчас про зверушку говорим. Так вот, самое первое, чтобы зверушка была здорова, ей нужно правильное, нормальное кровообращение. Почему так важно кровообращение для зверушек? Очень просто. Нам кровь в организме для чего? Витамины, кислород, что еще? Иммунитет, иммунитет, да? Иммунная система, обмирвещение. Это все осуществляется через кровь. И через какие другие места это не осуществляется. Вот почему, когда он встал, у него нога ослабла, он не мог стоять, он падал? Почему мышца ослабла? Что случилось? Кровь дышала. Не зажала. Не зажала ему мышца, туда кровь не попадала в новое время. Кровь, клетки всосали весь кислород. Кровь там застоялась в венах, а артериальная новая кровь туда не попадала. И как следствие мышца ослабла, потому что, чтобы мышца была здоровая и сильная, ей нужно совершенно то же самое, что нужно любому растению. Чтобы растение у вас всего, и листики не ободали. Ему что нужно? Подливать. А как его надо переливать? Регулярно. Регулярно. Он регулярно и правильно. То есть, если его недополивать, что будет? Засохнет. Засохнет. А если его переполивать, чего будет? Гниет. Гниет. Совершенно верно. Как это переводится на язык нашего тела? Гниет. Если какой-то орган, неважно какой, недополучает достаточно артериальной крови. То есть, крови богаты кислородом, богаты питательными веществами и богаты веществами иммунной системы. То есть, разными гормонами, эндимами, цитофагами, клетками, которые уничтожают вирусы и прочее. Это все у нас находится в артериальной крови. Если не получает орган, что тогда происходит? Да ладно, ничего страшного. Да, вообще, на самом деле, все остальные, придушите ваши молитники, чтобы не было так весело. Хорошо. Что происходит с органом, если он всего этого не получает? Ну, конечно, на медицинском языке это называется дисфункция. То есть, если у вас какой-то орган работает плохо, почки плохо работают, ручная железа плохо работает, кишечник плохо работает, щитовидная железа плохо работает, если в вашем теле что-то плохо работает, на физическом уровне, это значит, что оно не получает достаточно крови. Вот гипотириозис, гипотириоз, то есть гипофункция щитовидной железы, когда щитовидная железа работает плохо, то почек полнее. Это что значит? Не получает коризм. Да? Нет, это не неизбыток, это значит, что туда кровь не попадает. Не попадает, она... Железа плохо работает, она уменьшается, сохнет, чахнет, вдохнет. Не гипотириоз, когда у вас зуб вырастает и глаза на лоб лезут, а гипотириоз, когда у вас вот тут все вырастает и сил ни на что нет. Железа не работает, топлива нет, кровь туда не течет, элементарно. Окей? Я думаю, а почему? Сейчас будем разбираться. Ну, по-каку, для этого мы сейчас все и собрались. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Так. А если кровь туда течет, а обратно не оттекает и там застаивается? То есть растение начинает гнить, если его слишком много выливать. А что происходит с органом тела? Отек. Отек и воспаление? Отек всегда сопровождает воспалительные процессы. То есть воспалительные процессы – это процессы застоя крови. Поэтому самое главное для нашей зверушки, пока она живет в физическом мире, по законам физического мира, я сейчас не говорю там про великих посветленных, типа моего учителя, который сидел шесть лет, а также не сдаться без движений. Это отдельная история. Это тело пребывает в совершенно другом состоянии. Но пока оно живет по законам этого физического мира, вот этой матрицы. Состояние сосудов зависит от состояния того, в чем сосуды проходят. А сосуды у нас где проходят? В мышцах. В мышцах. Правильно? Когда мы снимаем на сосуды, мы рисуем два отдельных рисунка, отдельная нервная система, отдельно кровеносная система…. Ладно. Бог с ним. Итак мы помним все эти картинки. Когда так рисуют, у нас в голове что происходит? Разделение труда. Делаем так. Это нерв, это сосуд. И нежненько, ласково, любовно, не сдавливая, обнимаем ладошкой наши пальчики. Это внутри мышцы проходят кровеносные сосуды. То есть делайте, делайте, не ленитесь, кто не делает, делайте. Чтобы кончики пальчиков торчали на поверхности. Вот так сделайте. Ага. То есть фактически наше тело больше всего напоминает булочку с сосиской и горчицей. Сосиска это кровеносный сосуд, горчица это желток и нервы, а булочка это мышца. А теперь сожмите сильно и неприятно. Сильно. И посмотрите, какого цвета у вас станет пальчик. Синего. Синего. Значит, что там происходит? Застой. Да. Держите, держите. И больноватенько, да? Вот там есть косточка, больноватенько. Это ваш нерв. Сообщает вам о чем? Он сказал, что в сосуде возникла проблема. Отпускайте. Бедный, бедный отверстий. Хорошо. То есть это на самом деле так выглядит. Ребята, врачи почему-то как-то это не стыкуют. Приходит, хорошая мне вещь рассказали, но нет. Человек пожилой достаточно пришел к доктору. Реально история, это родственного друга. Он к доктору пришел, а ему там за 80. Говорит, доктор, у меня рука болит левая. Говорит, ну батико, ну что вы хотите, это уже возраст. И доктор, вы знаете, а моей правой руке стой хорошо, сколько левый. А, на него нет. То есть как-то вот этот момент, он у современной медицины в головах не стыкуется. То есть что кровообращение первично для здоровья, физического здоровья тела, об этом как-то все забыли. Знаете почему? Ведь вспомните, вот в прошлые века, как кровь пускали. Да, значит, лучшим врачом был цирюльник, кровь пускал. И даже у медицины вот этот знак чаша и змея, оно знаете, из чего трансформировалось? Оно трансформировалось из дракона, кусающего себя за хвост. Накал химиков. А один из символов дракона, из значений символа дракона, кусающего себя за хвост, это замкнутая система кровообращения в теле человека. Это что, удивительно? Вообще, как это работает? Так вот, почему из современной медицины напрочь, вообще напрочь, вытравлена идея регуляции кровообращения как первоосновы физического здоровья тела человека? Знаете, почему? Блоком, не выгодна. Невыгодна. Почему не выгодна? Таблетки-то надо продавать. А таблетки на что действуют? На нервы. Правильно, на нервы. Правильно. Химические препараты, они действуют на нервы, а не на сосуды. И не на кровь, они действуют на нервы. Поэтому нервная система поставлена в современной медицине в главу угла. Но тут возникает второй парадокс. Вообще не понимают. Вообще. Я врач не спрашиваю. Доктор, нервная система, почему так называется? Потому что состоит из нервов. Доктор, а нервничаем мы? Какой системы? Нет, ты нервный. Доктор, а как же вы можете лечить нервную систему, не леча того, кто ею нервничает? От того, почему он нервничает? Ну как-то странно. Окей, хорошо, я даже могу принять. Ладно, пусть нервная система будет первичной. Что, в общем-то, как бы так, она и есть почти что. Что первичная на самом деле. Но даже если так же. Как ее можно вылечить таблетками, если тут не все в порядке? То есть вот то, что современная медицина, а большинство людей как-то продолжает нести свое, вести свое любимое, родное домашнее животное, ну чуть ли не на убой. Потому что, по идее, проблема начинается в системе образования. Мы, когда приезжаем в новый дом, мы через, там, если мужчина, то на завтра, если женщина, то через неделю, в курсе, где какие розетки, где как включается, где чего выключается. Опять же, если мужчина, то через неделю, а если женщина, то на завтра, в курсе, в каком ящике, какие носки лежат. Да? В теле? Если я не врач, то я ничего не знаю. Но я еще как-то знаю, где сердце находится. А все остальные органы я выясняю по мере того, как у меня начинают болеть. Правильно? Ребята, это безумие. Не думать о том, как мы ходим, как мы стоим, как мы и живем, как мы спим, как мы дышим. Это безумие, потому что наш современный мир, он античеловечен. Он направлен на то, чтобы нам было плохо, чтобы мы болели. И вот наша система правообращения начинает страдать у большинства людей просто от того, что мы ходим неправильно. Что такое ходим неправильно? Сейчас мы с вами произведем научный эксперимент. Не скакивайте сначала, послушайте меня. Я сейчас попрошу, чтобы все те из вас, кому в детстве говорили, что он сутурица и что надо выпрямиться, или кому не говорили, но он сам знал, что он сутурица и она выпрямиться, вот чтобы вы все стали здесь, в шахматном порядке, а все те, которым мы этого не говорили и по спине не штёпали, чтобы стали здесь, в шахматном же порядке. Давайте исполнием. Спасибо. Вам там есть место? Может, немножко сюда не помню? Вам не выиграли. Да. Ага. Так. Вот посмотрите, как интересно. Это уже о многом говорили. Здесь людей гораздо больше. Да? А теперь проведем такой эксперимент. Значит, вам, это вот тут все, кому не говорили выпрямись-выбрямись, у кого и так все было хорошо. Да? Чуденько. Проводим эксперимент. Очень простенько. Все стоят сейчас ровненько. Все стоят ровненько. Нет, вы подождите, не мучитесь. Пока стоите, как удобно. И вы стоите, как удобно, потому что вам удобно стоять ровненько, больше никто не говорил бы привесить. Да? Они стоят ровненько? Да? Да? Чудно. Проверяем. Часть. Часть. Угу. 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 Ай, стой. Ну. Ха-ха-ха. 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 Так, а вам что, не поверили? Выбрямись-выбрямись? Не говорит. Не нужно такого. И видите, сюда же. Так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Ага. 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 Где-то оно? По oval лист. Ооо. Ха-ха. Поехали. Ага. Поехали. Угу. 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 Ха-ха. А теперь вы выпрямляетесь и стойте ровненько, как вам говоришь, на настоятельности. Сейчас я не скажу, что я их тыкую сильнее. Пасла просто молча проходила, спина так пальцем. А когда сидел, кушал, никогда стоял. Стойте ровно. Стойте ровно. Ну, в общем, вы мне верите, да? А теперь будут все те, которые вы выпрямились. Стойте, пожалуйста. Удобно. Не надо, то есть. Стойте так, как вам говорили, что вы пупы. Так. 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 Так, о. Да. Шубы. Ага. Ага. Да. 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 Можете там оставить. Угу. Так. А вообще тут и стоит. Ага. 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 А, между прочим, балкань сильнее. Чувствуете, да? Угу. У нас первый раз на полку. Сиделся. Все. Угу. Да. Да? И, в общем-то, так стоять вам как поудобнее. Да? А теперь так. Правда, что у большинства из вас есть дискомфорт в нижней спине? Да? Угу. 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 В пояснице. Так. 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 У троих из, у троих из всей этой капот. А? У четверых. Больно, нет? Вот там. Но напряжение? Угу. Да. Нет. Это не чуть-чуть напряжение. Вот это вы у них спросите, чего они там делали. Чуть-чуть напряжения, когда не встанешь, не сядешь, не вяжешь. Так. Как вы думаете, почему так получается? Во-первых, почему? Вот если я сейчас попрошу сутулиться, они, во-первых, будут знать, как это сделать. Ага. 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 Ну, примерно. Садитесь, постойте, да, постойте. Нет, плечики расслабьте, и просто плечики вперед. Да. Да. И каждый. Нет, раз, да. Да, чуть-чуть вперед. Опа. Пять-пять-пять-пять-пять. Они все уйдят. Садитесь, я буду рассказывать, в чем я. Ух. 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 Ну вот. Что значит так? Расссказывали. Когда-то, когда-то люди жили на природе. А природа у нас, в которой можно жить, это либо лиса, либо горы, либо пески, пустыни, правильно? Ну, там еще как-то с северным полюсом, там и Чучей, я не знаю, как там это все, там я ни разу не была, но в среднем большинство ареалов обитания человека это леса, пустыня и пески. Те, которые жили в лесах, они занимались в основном собирательством и охотой за лесными животными. Значит, что им для этого надо было? Им надо было бесшумно ступать, не проваливаясь в мох и всякие прочие растения и хорошо лазать по деревьям. Правильно? Да. Но большие расстояния им проходить не надо было. Те, которые жили в горах и в песках, они там занимались собирательством и воду искали, и охотой на тамошнем животном. Да. Значит, что им надо было? Им надо было быстро бегать, причем быстро бегать по песку и по камням. Да? Песок мог быть горячим, кстати, еще вдобавок. Соответственно, для того, чтобы лучше охватить дерево, для того, чтобы не проваливаться в мох, какая должна быть форма ступни у человека? Широкая. Широкая, плоская. Слон ходит по болотам. Для того, чтобы быстро бегать, высоко прыгать, ходить удобно по камням. Какая должна быть форма ступни у человека? Вот, 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 как вот, какая-то. Вот такая. С высоким подъемом, чтобы было как-то толкнуться. Значит, соответственно, в зависимости от реала обитания, естественно, лучше выживали те особи, те зверушки, которые были лучше приспособлены. А приспособлены, соответственно, были люди с плоскостью такой для леса, люди с высоким подъемом для гор и песков. Чего в природе не существует? Какого типа поверхности в природе, кроме ледников, нигде не существует? Ровной поверхности нигде не существует. Совершенно верно. Ровная поверхность, она искусственная. Она искусственно сделана человеком. Значит, соответственно, и к тому, что появилась она вообще совсем недавно. Последние, ну, сколько там, сто лет, как машина сделали, так везде сразу стала ровная. Грущадка везде исчезла. И когда появилась пластмасса, подошва у обуви тоже стала не гибкая и кожаная, а такая вот резиновая, ну, толстая, ровная. Поэтому, естественно, что очень много людей, большинство, как мы видели, практически 70%, людей, у которых либо плоская стопа, либо замушенный свод стопы. А в довершение к тому, у людей, которые рождались в последние 200 лет в Европе, ну, или в роддомах в Азии, у них еще очень часто разная длина ног. Потому что из-за неправильных родов, неправильные роды, это роды на спине или на боку. Ребята, давайте подумаем логически. Матка. Это мешок. Да? Вот такой мешок. Вот такой. Это, чтобы из мешка что-нибудь вытрясти. Вы куда будете трясти? Вот туда или вот туда? Смешно, да? Плакать хочется, это ужасно, но смешно. То есть вот туда, естественным образом. Мало того. Кто-нибудь, можно остаться? Вот так ручку сделайте. Это крестец. Это кости таза. А время родов должно быть так и вот так. Должен открываться, как цветочек. Отсюда должна выходить голову. Спасибо. А когда мы лежим на спине бедной женщины или на боку, или крестец, или одна из костей таза открыться не может, поэтому разрывы. И поэтому, когда ребенок рождается, он рождается вот так. У него уже голова сворачивается в процессе. А когда сворачивается голова, смещаются шейные позвонки. Там есть такой волшебный позвонок. Называется атлантов позвонок. Это первый позвонок, на котором шея, в голове сидит. И вот если он смещается, за него держатся мышцы, которые идут вот отсюда, вот досюда. И оно что делает? Вот так перекашивает все. И поэтому еще есть много людей, у которых разная длина ног. Потому что им в детстве гору в голову скрутили, и тело все перекосилось. Асимметрия, сколиозы, там и прочее дело. Так вот, люди, у которых либо плоская стопа, либо завышенный слот стопы, либо разная длина ног, их больше. Люди, у которых стандартная, так называемая ступня, то есть вот, которая там посерединке нарисована. Люди, у которых стандартная ступня, их гораздо меньше, а не мутация. А те вообще непонятно, откуда взялись. Это уже генная инженерия последних двухсот лет. И к тому же им еще крупно повезло, либо они рождались там в Кесарево, либо они рождались обычно, но очень в детстве любили качаться вниз головой. И у них, и мамы их не ловили при этом. И у них поэтому Атлантов позвонок вставился, и действительно, мы легкие родом. Там произошло, ну, бывает. Но таких людей меньше. А вот таких людей больше. Теперь почему вы сутуритесь? Те, которые здесь стоят? Это очень просто. Потому что, помните, я говорила, когда на две ножки вот это ставится, вся конструкция, это вообще фантастика. И эта конструкция должна держать равновесие. Центр тяжести у нас вот здесь. Значит, соответственно, если у меня нога плоская, она делает... Видно, не видно, куда буду там встать? Она делает вот так. Она заваливается внутрь. Значит, я куда при этом падаю? Вперед. Значит, что мне надо сделать? Мне надо плечики вперед, а центр тяжести, соответственно, уходит при этом назад. Значит, я стою вот так. При плоская структура. Вот так я стою. Мне говорят, выпрямись-выпрямись. Если я выпрямляюсь, я начну, естественно, падать назад. Значит, чтобы не упасть назад. Хорошо, здесь должно быть ровно. Значит, чтобы не упасть назад, То есть вперед, чтобы не упасть вперед, что я делаю? Я прогибаюсь, переношу попу назад, чтобы туда сместить вес тела. Так я уже никуда не пойду, но так у меня здесь все болит и здесь все зажато. И я хожу с каменной попой, с болью в пояснице и мучаюсь всю свою последующую жизнь. Дальше. Если у меня завышенный способ, нет, то есть я стою вот так, как там картинки показаны, наоборот. Я куда падаю? Назад. Значит, ничего надо сделать. Мне надо здесь прогнуться, а здесь опять же немножко сутулиться, но меньше. И тогда у меня опять же все уравновешено. Мне говорят, убери попу, расслабляй плечи. Я расслабляю плечи, поджимаю попу, начинаю стесно падать назад. Чтобы не упасть назад, я что делаю? Я опять прогибаю попу. Теперь я никуда не падаю, если я сильно ее прогибаю. Но долго сильно я ее прогибать не могу, потому что у меня опять же начинает болеть все. Теперь у нас есть еще один главный брак, кроме ровного пола. И этот страшный брак называется стул. И почему стул? Вот смотрите, в нашем теле, помимо отломкового позвонка, который свихивается при рождении, есть еще один очень чувствительный элемент. Который там часто... Ой, что я делаю? Который там часто... Как ты ее делал? А, все, я ее собрала. Сколько у меня? Сон. Сон. Вот у нас еще один важнейший элемент нашего организма. Важнейший элемент нашего организма обзывался в наши школьные годы чем? Рудиментом. А рудимент это то, чего нам надо, не надо. Это то, чего нам от обезьянки осталось, и вообще без него можно классно обойтись. Да? Я не знаю. Я на 100% уверена, что в институте все-таки атласы, в детском институте, атласы анатомически открывают. А в анатомических адресах атласов есть вот такая картинка. Ребята, познакомьтесь. Это копчик, который ладимент. Вот это он, вот он тут. Он буквально запелен в связке. Что делают связки? Связки связывают кости и мышцы. А теперь давайте представим себе, вот это вот немножко похоже на палатку. Если перевернуться, да, то вот копчик будет таким острием, и на него как бы надет весь вот этот вот каркас связан. Если у вас есть палатка, или у нее есть центральный столбик, на который все это крепится, что будет если мы сделаем так? С этим центральным столбиком. Так? И все перекаживается. Так что как можно обозвать наш амортизатор, который отвечает за гибкость нашей спины? И от которого, поглядите, как все классно устроено. И от которого эта самая связка идет вот отсюда. И аж до самой бабушки. И к ней крепятся все мышцы, и она соединяет все позвонки. И вот как можно вот это обозвать людьми, и сказать, что нам это вообще надо, и нужно, я не понимаю. Кстати, рассказываю, все те, у кого ишия с воспалением сердечного нерва, болит нога, и вам рассказывают, что это из-за проблем со спиной, не верьте им, потому что в спине у вас не болит. У вас болит. Вот здесь. И вот отсюда, дальше по ноге. Если бы у вас болело в спине, то есть если бы проблема была в спине, то есть если бы нерв зажимался в спине, там, где вам врачи говорят, что он зажимается, то у вас бы там и болело. Ну, логично, если я прищемлю палец к двери, у меня будет болеть аж до уха. Но оно начнет болеть вот отсюда. Да? То есть если мой седалищный нерв ущемляется, если мой седалищный нерв ущемляется вот здесь, как это говорится, значит, L4, L5, да? То и болеть оно должно вот отсюда. А оно болит. Вот отсюда. И с попу и по ноге. Почему? Да потому что не имеет отношения проблема в позвоночнике к проблеме седалищного нерва. Седалищный нерв болит. Потому что у вас из-за долгого сидения в школе, из-за травмы при падении из какой-нибудь горки, из-за долгой езды в машине, еще бог весть из-за чего, копчик сместился, а обратно сам не встал. Я вам сейчас расскажу, как он приедет, ей должен сам на место становиться, потому что природа умная. Она ничего неопротивого не делает. Но у вас он на место не встал. Он вот эту всю конструкцию потянул. А эта конструкция, это вот это место, которое у вас как раз и напрягается, когда вы со своей ступней, либо плоской, либо завышенным слабым, стоите вот так, и вот так поджимаете пол. То есть тут и так все напряжено. Плюс копчик загнулся, вот это потянул, еще больше все зажал. Вы сделали одно неловкое движение. Эти мышцы спазмы, вы историте, то есть перестали быть гибкими. Что такое мышечный спазм? Можете делать... И так он остается. И она, этот самый нерв так... И так и осталось. И у вас все забоняло. Поэтому операция на спине, когда вот здесь чего-то там чистят плечи, уже сами врачи знают, что результат они никаких не приносят. Они приносят результат, только если действительно было бы бухание диска внутрь позвоночника. Вот тогда и болит вот здесь, вот этот жал вставил. А если болит вот это, не надо резать спину, надо совсем другому проблему решать. Так вот, когда мы сидим на стуле, а еще круче, когда мы сидим в машине, мы сидим на нашем любимом хвостике, который все время сгибается. И что же нам теперь спрашивается со всем этим делом? Голова у нас свернутая, хвостик у нас загнутый, позвоночник у нас перекореженный, ноги у нас разные, и вообще все плохо. И как этому бедному животному жить вот в этой неестественной среде, совершенно непонятно. Рассказ. Пункт номер раз. Начинаем с ног. Вы же все в обуви ходите, правильно? А обувь ваша сделана под стандартную ступню, то есть не под вашу. Под мою еще туда-сюда. Но не под вашу. Мне повезло, я тоже мутация. Внутри каждой обуви есть такая штучка, называется стелька. В некоторых обувях она вклеена, в некоторых обувях можно, ее можно вытащить оттуда. Эти самые стельки, они там же внутри лежат, чтобы было мягче, чтобы ходить голову неудобно. Так вот я вам расскажу фантастическую вещь. Если сделать эту самую стельку под вашу ступню, то есть вот так. вот, чтобы она повторяла форму ступни и корректировала то, как вы наступаете. То есть стелька, ребята, это не костыли, это не вставные зубы, это не протезы, это одежда. Окей? Это одежда, она есть в любой обуви. Просто вам понадобится делать такую стельку, потом, кому будет интересно, расскажу, как, чего и что. Хотя, в принципе, в интернете есть мой фильм «Доктор, почему меня болит», там просеете целая лекция подробностей. Сам начался. Значит, первое, что мы делаем, мы делаем наши родные, любимые лошадки удобно. И когда мне говорят, ну как же, надо же, чтобы она научилась адаптироваться к естественным условиям. Классно! Организуйте ей естественные условия, и она будет к ним адаптироваться. Асфальт – это не естественные условия. И обувь с плоской подошвой, и с вот таким вот каблуком, и вся вот так корюжащая ступня – это не естественные условия. Сделайте естественные условия, она садаптируется, все точно. Так оно и есть. Значит, первый подарок нашей любимой лошадки – это стельки. Второй подарок нашей любимой лошадки, который, к сожалению, для большинства взрослых людей уже недоступен, ну, кого доступен, рекомендую. По крайней мере, спасайте ваших детей. Пока! Вот самый лучший подарок, который вы можете сделать вашей нижней спине, вашему пояснице, вашему копчику, вашим коленям и вашим, как это называется по-русски, лобру, корсулаем, вот это так называется по-русски. Не просто сустав, а щипок. Да, леоноскопный сустав, правильно называется, просылает. Леоноскопный сустав. Вот. Значит, вот это лучший подарок, который вы можете сделать вашему организму. Почему? Потому что природа умная, она не создавала унитазы. Она сконструировала наш организм, что даже если мы копчик ударили, а потом пошли и опорожнили кишечник. Постойку, поскольку копчик находится здесь, когда каловая масса проходит и прямая кишка раздувается, она же его сама и выправляет, вернее, а не каловая масса. Но если мы сидим вот так, видите, вот весь подкручок сидит, вот так вот, если мы сидим вот так, тут есть такая специальная мышца, которая уводит прямую кишку от копчика. Помимо того, что она еще мешает ображнению элементарно просто, надо сильно тужиться, да отрастает геморрой. У копчика нет никаких шансов выпрямиться самому, ни при каких обстоятельствах. А если мы еще на него регулярно сидим, то он, конечно, беднян. Поэтому себе сделайте, кто не может сесть на манитаз так, как вы сидите в поле, что я предстоятельно рекомендую просто сидеть куда-то. Причем, обратите внимание, не вот так. Не вот так. Это называется сидеть орлом. Это не поможет. Видите, у него все равно ноги ровные. Все равно тот же самый эффект. А вот так. Вот так, как все детки сидят. Вот поэкспериментируйте для собственного удовольствия. Кто? Да, до 90% из вас будут назад падать, потому что с детства не приучись. Покажите мне хотя бы одного ребенка, который на корточках сидит и падает назад. Нету таких ни одного. А потом все становится плохо. Я вам расскажу, почему все становится плохо. Потому что если у вас нестандартная шторная ступень, так называемая, то у вас в этих самых в случае запястья голеностопных суставов, спасибо, у вас в этих самых голеностопных суставов мышцы просто заиндививаются. Они там все бедные в постоянном напряге. То есть, элементарно так покрутить ножкой вы уже не можете. И поэтому, когда вы садитесь, просто вот так сильно согнуть и так вы не можете не говориться про коленки, дизобедренные суставы и все равно поэтому сейчас сильно поэтому себе можете подарить для облегчения процесса опорожнения кишечника вашей любимой лошадки себе можете подарить вот такую штучку а детей ваших всех приучаете сидеть вверху на метаде прямо с ногами ничего себе не делается с тем унитазом ну и и конечно оптимальный вариант для хранить индийский унитаз это самое лучшее причем обратите внимание еще лет еще лет так совсем немного назад в советские даже еще времена в школах как-то меньше вообще все болело спины меньше болели колена меньше болели все как-то меньше болело а еще туда раньше во времена брусчатки вообще все как-то было гораздо лучше вот по Риге пройдитесь там где брусчатая ластовая пройдитесь обуви на тонкой подошве и посмотрите как вы будете идти вы будете идти вот так кстати в Израиле изобрели даже такие специальные туфли-тренажеры кроссовки к которым крепятся к каблуку и к передней части два полушария еще ходят вот так колени лечатся дозобедренные суставы лечатся нижняя спина лечится шея лечится плечи лечатся все лечится пока он на этом ходит перестает ходить разумеется это стоит учиться так что обратите внимание это лучший друг человечества а стул страшный враг человечества значит как же нам бедные наши лошадки сидя на стуле все-таки помочь вот так и в школах так же и вообще везде так же и этому нужно постепенно нужно вдалбливать мозги что это? это подушечка которая коленным образом меняет ощущение от сидения на стуле сейчас проэкспериментирую доброводец какой-нибудь кто хочет сидеть ко мне доброводец понятно? достаточно доброводец ну кто хочет доброводец мы давайте садитесь просто так на стул садитесь так как вам удобно сидеть чтобы было удобно сидеть да? сейчас удобно? а теперь встаньте быстро легко и без рук а теперь сядьте на стул понятно? ага я много еду в машину где я знаю что это понятно? правда? стоп-стоп-стоп-стоп сядьте удобно удобно, удобно, удобно обратите внимание как она сейчас сидит совершенно расслабляет видите? да а теперь встаньте встаньте какой-то звук и без рук да? легче гораздо легче правда? а те у кого болит спина есть кто-нибудь у кого спина болит? идите ко мне сюда идите иди сюда саня вставайте вставайте санитесь поможет идите сюда как ощущения? хорошо вставайте легче? ну я бы не сказала не знаю не знаю вы сойдетесь как-то не мог дырочек садите садите и всякие дырочки и всякие дырочки как? о! да? другое дело совершенно почему? для хвостика это дырочка для хвостика совершенно верно это дырочка для нашего любимого родного хвостика значит вот такая вот подушка которую в принципе вы можете как бы и сами сделать или можете заказать на интернете и купить это подушечка обратите внимание она ровная она сделана из прессованного поролона который тоже можно там купить из этого материала делаются матры если кому-то понадобится скажу телефон где можно такой купить матрас тоже сейчас скажу я не достану что так подушечка которая на кресле она скошенная потому что она сделана из мягкого поролона соответственно задняя часть она выше и мягче но в любом случае вот такая подушка она очень и очень и очень спасает наши бедные хвостики и соответственно всю нашу осанку и все наше все теперь смотрите дальше есть вот такой волшебный стул спинка здесь на самом деле по большому счету вообще нет заходите в интернет и пишите стул с подколенниками на английском ни-ча ни-ни ни-ча 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 стул с подколенника можете в ютубе посмотреть это классная штука дорогие программисты дорогие секретарши дорогие банковские работники все кто много сидят делайте ваши лошадки удобно подарите ей в машину вот такую подушку все без исключения не важно болит у вас спина или нет если будет не дай бог авария эта подушка вас спасет от очень тяжелых последствий потому что во время даже самой простой аварии у нас неминуемо подгибается копчик мы на него просто садимся со всей силы врачи с этим ничего не делают а можно и даже просто запросто можно как как и чего можно делать если потом ну как в самом конце последних семинар я постараюсь оставить место для того чтобы научить вас звуковой практике которую можно самим к себе править копчик и прочие всякие разные места если останется время не останется я вам обещаю я делаю отдельный семинар по звуковой технике и вас научу и потому что в интернете есть написанные семинар в Калужу в Москве стреляющие звуки полная версия и подадите вашему телу вот такие штучки будут очень полезны да пожалуйста так вот насчет кровообращения в ногах так все хорошо потому что тут у вас вот тут тем местом в котором вы упираетесь никаких крупных сосудов нет а вот когда вы сидите упираетесь вот этим местом вот тогда у вас все плохо потому что тут у вас как раз проходят крупные сосуды и прямо тут проходит вена да потому что на мягких стульях вы как раз сидите прямо на копчике помимо того на мягком стуле вы еще не дышите я вам сейчас покажу почему вы не дышите вот смотрите очень даже просто у меня все не знакомы да вот я села на мягкий стул вот а теперь я попробую выпрямиться не отрывая пол от попу от стула это невозможно потому что если копчик ушел вперед и я сейчас как раз наверно сижу то распрямиться я не могу а если не могу распрямиться я отдохнуть не могу все вот мой дом вот сейчас послушайте я просто вам покажу потому что последнее что мы сегодня сделаем мы разберемся как сидеть и как дышать вот я сейчас отдыхаю сколько могу максимум все а сейчас я все пускаю есть разница да примерно в те раньше окей значит следующий подарок который мы можем дать нашему любимому организму сейчас покажу они в интернете везде продаются они в интернете везде продаются сейчас пруд пруд пруди их немеренно подушка для копчика на английском коксик спилу коксик спилу подушка для копчика окей ааа я тогда не не я тогда ребята послушайте все во первых меня просили напомнить что в принципе если кто-то захочет сказать спасибо вот этому помещению в котором мы все находимся там в колобочках которые говорят спасибо а во-вторых там есть чистый лист бумаги ваш мейл напишите на нем и я вам пришлю на этот салон а еще лучше наоборот я вам сейчас напишу вот мейл мансарды да мейл мансарды напиши тогда будет так что вы можете отправить мейл и вы отправите мне все адресы и я отправлю для них Спишите себе все вот этот мейл, пошлите туда, просто ваш мейл и имя, скобочков напишите для Керла. Таким образом, во-первых, вы сможете иметь атмосарда информацию о том, когда будут еще какие-то или мои семинары, или у кого-то из моих коллег полезного. А во-вторых, Эдис перешлет мне все ваши мейлы одним списком, и я вам тогда просто всем пошлю всякие полезные вещи, буду посылать на протяжении семинара, всякие полезные вещи, с которыми мы будем общаться, которые вам там по жизни только пригодятся. Вот эта штучка. Это называется надувной ортопедический воротник. Также его можно найти в интернете, по-русски. Очень важно, есть разные модели. Единственный воротник, который правильный, это вот такая модель, а не такая другая. Кто хочет фотографировать и себе на мобильной, кто не хочет, подождите, пришлю всем по мейлу. Он говорит, что он делает, и как им правильно пользоваться. Когда вы ложитесь, обязательно перед сном, обязательно не в течение рабочего дня, а когда вы знаете, что в ближайшие полчаса уже не встанете никуда. То есть подписывать рекомендуется. Вы ложитесь на ровную поверхность, на спинку. Можно либо под колени подложить что-нибудь, либо оно не положить на стол. Ставите себе будильничек, чтобы не заснуть. Одеваете на шею эту штучку. То есть получится, вы держите на спине, у вас вот здесь маленькая подушечка, а вот тут у вас вот этот ошейник. И вы начинаете его постепенно накачивать. И он начинает тянуть полностью все ваше тело, а не только шею. То есть он правит все позвонки вообще. Вот если вы помните, кто в детстве играл таким жутким образом, брали мальков, и вы так поднимали. Вот так брали, и поднимали. Они верещали и просили еще. Потому что это очень кайфное ощущение. Чего? Да? Есть вероятность, что можно поведеть? Я вот так, поэтому я объясняю, что нужно делать, что нельзя. Я еще не закончила. Что важно с вот этой штучкой? Она полностью растягивает весь позвоночник. Для того, чтобы оно растянулось правильно, обратите внимание, ни в коем случае, никогда нельзя это делать сидя. Потому что когда вы это снимите, у вас будет эффект женщин племени, не помню как называется, которым тяжелезные обручи одевали на шею, а потом если за неверность обручи снимали, и все, решить было уже никому не надо. Шея ломалась сама. Теперь второй маленький. Когда одеваете этот воротник, очень важно, чтобы он доходил вот до сюда, а не кончался здесь. Кто-нибудь скажет, крестик пишет, можно я сюда поделать? Ножками антидемида? Шея ломалась. Спасибо. Иди сюда спинкой. Вот смотрите, пожалуйста. Вот это место называется сосочки черепа. Они всегда немножко болезненные. И если этот воротник доходит до сюда, он будет делать голову вот так. Это неправильно. Он должен доходить вот до сюда. Тогда он делает голову вот так, но ничего нигде не больно. Окей? Значит, этот воротник в России можно купить, там, где я взяла в интернете. Можно через ИПС оказать. Надувной воротник для шеи очень-очень полезно. Важно, как я уже говорила, после него не вставать полчаса. Процедура должна длиться не больше 20 минут. Поэтому важно с ним не уснуть, ставим себе будильник. Правильно? Все. Классно. И последний, самый-самый важный подарок, который мы можем подарить нашему любимому телу. У кого из них будет болеть спинка по утрам? У верхнего или у нижнего? У нижнего. Кто сказал у верхнего? Нет, кто сказал у верхнего? А почему у верхнего? Нет, вы же почему-то сказали у верхнего. Почему у верхнего? Молчание было и ответом. У нижнего, конечно, потому что нормальная, правильная форма позвоночника, это вот такая форма. Видите, он идет такой волной. И это естественно и так быть должно. А вот такой закорюкой, он не идет, как внизу, и идти не должен. Природа не изобретала мануальных терапевтов и хиропрактов и остеопатов. Природа изобрела все так, что если мы элементарно спим примерно 6-7 часов на ровной поверхности, потому что природа макрасы тоже не изобретала. Так вот, если мы спим на ровной поверхности 6-7 часов, то, когда мы спим, мы бессознаем, когда мы бессознание с телом, что происходит с нашей любимой лошадкой? Отдыхает, наконец, от нас. Она расслабляется. Вот маленькие дети сонные, они же как медуза, так подняла, он повис. И щенята там сонные, котята, кошки, кошка вообще по жизни как медуза, повисла. Так вот, когда человек во сне полностью расслаблен и спит на жесткой поверхности, в любой позиции, ребята, не обязательно на спине. Тот же самый эффект сохраняется, если вы лежите на боку, тот же самый эффект сохраняется, если вы лежите на животе. Это не важно. Ну, сейчас здесь у меня нет массажной кровати, так я обычно демонстрирую. Я ложусь там, на живот или на бок и прошу кого-то пройтись по моему позвоночнику, пальчику. Тот же самый эффект. Все равно позвоночник остается ровным. А вот если мы спим на мягком, мы вынуждены подложить подушку, потому что в мягкое проваливается голова, и мы получаемся вот так. Если мы кладем подушку, мы получаемся вот так. Попробуйте вот так постоять хотя бы часик. Что с вами будет? Плохо с вами будет. Соответственно, позвоночник за ночь не выправлю, не выправлю, не выправлю, на место не встанет. В Индии они все почему такие, как тростиночки такие все ходят? Потому что они ходят в основном либо босиком, либо по вьетнамкам, по кучкам, там кряжам, грекам, ракам, буйракам, и спят на циновках на полу. И тена саму себя благополучно лечит, потому что она зверушка. Зверушка должна жить в естественной среде. Поэтому самое лучшее, что вы можете подарить вашему телу, при условии, что копчик мы уже поправили, потому что если копчик мы не поправили, то на жесткой ровной поверхности вы спать не сможете. На жесткой ровной поверхности, нет, сможете в конце концов, после недели бессонных ночей, сможете, но будет очень много, сначала. Вот людей, которых Радикудин прихватывал, что с ними делали все это, скажи, на доски клайк, на месяц, потому что там можно было взять больничный на месяц и месяц лежать на этих досках. И действительно копчик от этого на место не становился, но настолько растягивались мышцы, что деформация, вызванная смещением копчиков в пояснице, действительно исчезала на какое-то время. Потом, естественно, все возвращалось. Окей? Значит, вот три варианта хороших матрасов. Самый лучший матрас, это, конечно, ватный матрас. И, что приятно, они в Риге продаются. То есть, я опять же вам пошлю сайт, правда, они одинарные. В Москве я нашла такие двойные матрасы. Они очень тяжелые, но они очень хорошие. Во-первых, потому что нет статического электричества. А во-вторых, потому что, с одной стороны, они плотные, вы не проваливаетесь. А с другой стороны, это все-таки не на полу спать. Это комфорт. Очень комфортно. Кто спал в поездах, лучше всего спиться в поездах. Правда? Потому что там вот такие матрасы, плюс поезд качает. Значит, ночью вы уснули, расслабились, ваше тело растеклось по этой ровной поверхности, и вы там хорошо отдохнули. Всю жизнь вы только бы ездили. Второй вариант матраса, это 5 сантиметров толщиной вот такой вот материал, который я вам показала. И вы тоже в Риге есть где заказать. Там можно позвонить, сказать, какой размер вы хотите. Преобратите внимание, не надо класть это на ваши уже имеющиеся матрасы, потому что ваши уже имеющиеся матрасы, если они мягкие, соответственно, они будут проваливаться, и эффекта не будет никакого. Вам там в лоу, как-то у вас диван уже стоит и прочее, этот матрас можно скручивать и ставить к стенке. Я когда была в Монголии, они только так и живут. Надо спать, раскрутили, положили, пошли спать. Перестали спать, скрутили, поставили, и это теперь лингостиная. Все классно. Это очень удобная штука. Я такой не нашла, вот на этом, когда я сказала, вот на этом суток очень дорого. У меня, кстати, там один подвалон поломанный, пара дисков севший, об этом никто не знает, по мне это совершенно не видно. Мне никогда ничего не понравилось. Правда. Третий вариант, это матрасы, если кому-то надо так, чтобы он был повыше, значит, внутри поролон, сверху и снизу вот такой вот поролон вторичного устояния, они наклеены сюда, значит, тоже не меньше трех сантиметров толщины должно быть. И эти матрасы, они вообще вечные, они не проседают. И еще вот сейчас я видела хороший действительно вариант. Это матрас набитый кокосовой стружкой. Единственное, что она обработана, эта стружка, чем-то там таким, чтобы там никто не заводился, никакие жучки, что я не вполне уверена, что на этом на самом деле можно спать. Нет, то есть спать-то, конечно, можно, но что ты там нюхаешь, пока ты на этом спишь. Потому что, по идее, в кокосовой стружке живет живность. Она ее грызет. Значит, чтобы она ее не грызла, ее чем-то обработали. Так вот, вот эти подарочки подавите вашей лошадке. Сделайте ей приятно. Сделайте ей хорошую жизнь. Она этого заслужила. И теперь еще очень важный момент. Самый важный момент. Обратите, пожалуйста, внимание. Я специально упитываю, предрекла под конец. Если вы живете в Китае, и на ваш мобильный телефон приходит СМС-ка на китайском языке, у вас есть несколько, а вы при этом на машине едете, у вас есть несколько вариантов поведения. Значит, вы живете в Китае, вы не китаец, вы китайского языка не знаете. Вы приехали в гости, пожить на месяц. Китайского вы не знаете. Пришла СМС-ка на китайском языке. А вы машину ведете. Значит, у вас есть несколько вариантов поведения. Первое. Спереть ее нафиг. И продолжать ехать. Второе. Остановиться, попытаться перевести. Если не получается, значит, про кого-нибудь спросить. Да? Третье. Выучить китайский и спокойно с этим как-то общаться. Предположим, мы ее стерли. А нам, оказывается, написали, что там впереди ведутся ремонтные работы за поворотом. И мы благополучно влетели вот в эти самые ремонтные работы у нас авария. Кого-то попросили прочитать. А под не знанием китайский. Знаете или не знаю? А может, он знает не очень. А там мерил назначение. А он что-то не понял. И мы зависим от воли другого человека. Поэтому, конечно, учить китайский – это оптимальный вариант. Если ты решил в Китае поселиться. Наше тело – это такой мобильник, при помощи которого Вселенная разговаривает со мной. Ни одна болячка никогда не случается случайно, вдруг, неожиданно и сама по себе. Любая болячка – это информация о том, что либо вы что-то делаете неправильно и надо перестать это делать, либо вы чего-то не делаете, а должны сделать. Либо для того, чтобы вас куда-то подтолкнуть и перенаправить. То есть все болячки случаются не только для того, чтобы, либо потому, что будьте здоровы. Поэтому, самый важный момент – тело вам дано для того, чтобы ваша связь с Высшим Разумом Вселенной не прерывалась. То есть это мобильник, на который вам Вселенная, Высший Разум, вас, будь Бог называйте, как хотите, посылает информацию о том, что на самом деле с вами, который в этом теле живет, происходит. Я не буду сейчас расшифровывать подробно, какой орган из-за чего болит. Если очень захотите, то найдем время, расшифруем, но в принципе в интернете масса этой информации. Если болит правая нога, это значит, вы совершили неверный шаг или собираетесь его совершить, неверное решение. Если болит левая нога, значит, вы застряли в прошлом, а надо бы идти вообще-то. Ну и так далее. Глазки болят, чего я в этом мире видеть не хочу, ну и так далее. Интернет переполнил очень правильной, подробной информацией на подробнейшем уровне. Вплоть до того, какая часть кишечника у вас болит и что это такое. Откройте, почитайте, поинтересуйтесь, выучите китайский. Оно вам пригодится. И поэтому, если вы его выучите, это очень просто в наше время. Это вам не 30 лет тому назад, когда я спрашиваю, ой, а почему у меня болит? Те говорили, воспаление. А почему воспаления сегодня и вчера не было? Не морочь мне голову. Узнайте, проверьте, посмотрите, думайте. И тогда произойдет чудо. Каждую вашу болезнь вы будете воспринимать с радостью. Потому что выясните, что все ваши болезни – это ваши помощники. Они вас спасают, чтобы хуже не было. Помните, я вам в самом начале сказала, глиб – это здорово, лошадка должна отдыхать. Другое дело, что вы светите, так как вы не думаете, что ей веной не светит. Ну тогда мы чем-то покруче заболеваем. Есть такой прекрасный текст, я его потом весь прочитаю. Это текст беседы матери Терезы с Господом Богом. Она ему там говорит, в частности, между всем остальным, говорит, «Господи, исцели меня и защити меня от всех болей и недугов». Господь говорит, «Еще чего?» «Нет», – ответил ей Господь. Потому что боли и недуги даны для того, чтобы человек остановился в своем повседневном беге, задумался и обратился к нему, ну или к себе, как вам больше нравится. Потом болячки – это здорово. Это совсем неплохо, это классно. Это значит, что вами Вселенная интересуется, или вы сами собой интересуетесь, и вы себя предохраняете от больших несчастья. Неизлечимых болезней не бывает. Бывают болезни, которые мы не хотим лечить. Что вполне легитимно, любой человек имеет право позволить своей уже отжившей лошадке умереть. Это нормально. Он-то все равно не куда-нибудь денется, он же живой во веки веков. А лошадка, ну да, все, листики с деревьев тоже когда-нибудь впадает. Так что на этой радостной ноте поблагодарите вашу лошадку, запишите все вопросы, которые у вас есть. Мы в следующий раз мы начнем с ваших вопросов. Напоминаю про эту самую коробочку. Просить ее поставить в адекватное место. Ставим на место. Аренда для помещения больше не денежек стоит. Все.